всем привет хочу сделать небольшой обзор новой бэхи копейки 2016 года после фейслифта вчера себе и взял у бмв и знаю посмотрю что вы на эти нету русскоговорящих обзоров фейслифте что они сделали они поменяли немножко морду с лампами фонарями теперь LED более агрессивные и они поменяли наконец-то жопу машины сюда этого фонарь задний фонарь было только по бокам теперь уже и вылазить на багажник по бокам она как-то так глупо выглядела не значение до этого не хотели делать чаще машинка у меня базовая комплектация с допами выглядит со стороны он ничего не поменялось 1 1 5 то есть это 116 ай бензин 109 лошадей с мотором покажу надо два раза кликнуть чтобы открылась крышка бмв поменяла нету больше надо больше рукой искать замок в общем что это twin power turbo стоит в капоте нету аккумулятор аккумулятора они вынесли в багажник но можно например кого-то прикурить плюс плюс и вот тут земля также они убрали щуп нету больше щупа для масла все через борт компьютер в борт компьютере можно посмотреть уровень масла такое сказали что бмв считает что это уже не круто доставать и пачкать себя щупом с масла что еще интересно из того что я нашел мне очень понравилось как они в механической версии регулируют сиденье если раньше то есть вот этой херней когда высоту кресло кресло на самом деле под своим подвесом пассажира опускается вниз позвонили мне прервали меня в общем мы машине в этой комплектации хочу сказать идет м-руль кожаный и м-ручка продажник убедил что она короче как короче обычно то есть не знаю но в любом случае ручка хорошая удобная что интересно на ручке есть спорт режимы эко режим я так понял они как-то электроника и меняют работу мотора или подачи топлива лишь что-нибудь еще и в общем поэтому наверно спорте то есть либо в эко режиме мотор не работает не на все проценты что я видел на 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 бортовом компьютере когда играю с режимами он говорит типа учета там 80 процентов то спорте скорее всего работает полностью как-то так с прыском еще в этой климат в общем тут есть бортовой компьютер старт-стоп ключ машине такой никуда его засовывать не нужно уже это все с базой просто ложится есть возможность открытия багажника и машины и при том эти две кнопки программируются с бортового компьютера компьютере мне очень понравилась привязка iphone of sky музыки очень классно не сделали все работает без проблем также это кстати цветной дисплей тут и старт-стоп до старт-стоп можно отключить тем кому не нравится также можно стабилизацию отключить при том там две версии стабилизации одна которая при заносах то есть стандартная другая когда такая серьезная штука которую не советуют использовать в везде и только если вы например стартуете машину и так понятно про кручение колес на самом деле если вы стартуете машину на льду либо какой-то грязи еще чем-нибудь типа можно включить но не советую с ней ездить что написано что управляемость хуже мультируль скрою с круизом простейший круиз есть лимит также по телефону можно говорить динамик сверху слева от водителя это вся фигня дашборд мягкий в общем вроде сделано отличненько тут у нас прикуриватель вот такой продажник несколько что где-то еще прикуриватель снизу сбоку чтоб например подцепить gps и провод не висел посреди дашборда и не мешался с ручкой так говорит можно провод вот этот между захерячить и чтоб висела забавная фича кнопка сос сверху такая фанель открывается и там красная кнопка сос если где-то что-то случилось вы можете позвонить оператору либо же если вы уже попали в аварию в машине в любом случае стоит 3g lte приемник с карточкой вот он отсылается информацию бортовую при аварии автоматически вызывает помощь по вашим gps координатам что вдруг что-то серьезное вы не отвечаете вы где-то в глубоком лесу и никто не ездит тоже хорошая такая фича не понравилась либо сказали можно использовать если на дороге видите другую аварию тоже можно есть маленькая полочка тут багажничек также как мне сказали для перевоза героина либо еще и других наркотиков веселящих и ты мне кажется это для документов роль регулируется по высоте и выносу зеркало оно такое громоздкая куча пластика мне казалось вначале что возможно там есть датчик света чтобы затемнялась самом деле нет вот эта пимпа блин просто крутится что нет этот нифига датчика отделение не знаю слишком много документы могут лежать также в этой комплектации идет регулирующийся подлокотничек тут у нас подстаканник кинул нравится есть юсби и aux и по моему из беда тоже как доб ставится дополнительные деньги увы ну и бортовой компьютер регулируется такой шайбой бмвшной прикольно сейчас я поправлю сиденье и попробую сесть за собой что в новых полуза 2011 года новой версии б мне очень нравится в них можно сзади нормально сидеть один сам за собой что до этого я помню в старых версиях и где-то до пищи восьмом году садился ух было тяжело на заднем сиденье а еще прикольно бмв цепляет слева от водителя такую маркировочку говорит что машина может ехать максимально 210 кстати на спидометре у нас 260 написано 210 и я так понял что 210 это проверенная скорость которую в этой комплектации может выдерживаться статья с этой резиной все что выше уже бмв не гарантирует вашу безопасность и не советует нужно так мы пошли назад задние день у меня что-то я короче отклонился но за собой не сел что как-то я сидушку сильно кстати тоже есть еще один прикуриватель если на заднем сиденье заряжаться бэхе последние 12 лет и софикс сиденья задних стандартная идет везде во всех моделях ставится багажник ну сейчас я лоханусь отодвиганием это все дело оплакидывается и ложится почти по ровную такую херню что в багажнике багажники тут например прячется у нас аптечка с треугольником с правой стороны полезная емкость и опять же дополнительная розетка запаски нету больше бмв тут как я и говорил прячется аккумулятор вот место запаски тут у нас комплект ремкомплект для вдутия жидкости в колеса и потом накачивание то что бмв